сушить его руками вот так вот надо как-то намять и насушить нарубить идти 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 собачка хорошая хорошая собачка хорошая собачка дорогу показывает вот и вот и Иди показывай речку. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня приехали на реку Ваньё, на место водозабора для поселка Нижний Удас. Подружились здесь с двумя собачками. Сначала прибежала одна, пришлось угостить её бутербродом. Затем она привела другого пса, белого лохматого. Тот сперва бросился на нас с агрессивным лаем, но увидел бутерброды, подобрил. Агрессивный белый лохматый пёс на самом деле оказался добрым и ласковым. Он повсюду сопровождал нас, отрабатывая съеденные бутерброды. Вывел нас из леса, не дав заблудиться, показал речку. Агрессивный белый лохматый 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 лохматый. Агрессивный белый лохматый 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 лох И так далее. Нашла кое-какую информацию об этом водозаборе на портале whatanagazin.ru. Статья довольно старая, от 15.04.2008 года. Коротко своими словами расскажу. Это плотина и водозабор берегового типа. Они совмещены с насосной станцией первого подъема. В сооружении представляет собой железобетонный колодец, передняя стенка которого выходит непосредственно в русло реки. Вода поступает через водоприемные окна, расположенные в передней стенке колодца, и забирается через всасывающие трубы. На пути от входных окон вода проходит через сетки, которые установлены в перегородке. Перегородка разделяет водоприемный колодец на два отделения – приемное и всасывающее. В насосной станции четыре насоса марки CN-42010. 400 – это подача воды, то есть 400 кубометров в час, а 210 – напор воды. Измеряется в метрах, насколько я поняла. Вода с этого водозабора расходуется только на хозяйственно-питьевые нужды населения. Потребная производительность – 5,5 тысяч кубометров в сутки. От насосной станции вода подается по двум стальным водоводам диаметром 500 миллиметров на расстоянии 14 километров. А далее до водоочистной станции в промышленной зоне поселка Нижний Одес движение воды происходит по одному стальному водоводу диаметром 500 миллиметров. Общая протяженность водовода – 26 800 метров. В случае аварии на водоводе население поселка Нижний Одес не будет обеспечено водой. Температура обрабатываемой воды в паводковый период не превышает 4 градусов по Цельсию. PH находится в пределах 6,5-7,0. От себя добавлю, что оптимальной считается вода с PH от 7 до 8. Это нейтральный показатель PH. Профессор Неумывакин даже завершал этот показатель и говорил, что вода должна иметь PH не ниже 7,4. Все, что ниже, является кислой водой, а выше 8 – щелочной. Для здоровья вода должна быть либо нейтральной, либо слабощелочной. В социальных сетях пишут. Это первый подъем, забор воды. 28 километров до поселка Нижний Одес идет водовод. А на Одесе мы эту воду фильтруем, обрабатываем и даем потребителю. Еще комментарий тоже своими словами о том, что первоначально водозабор был на балансе у Тебукнефти. И все там было идеально, а потом водозабор передали на баланс другой организации, и все пошло на спад. При Тебукнефти там были самые лучшие очистные сооружения, лучшая вода, лучшие специалисты и лаборатория на очистных. Иловые карты на очистных сооружениях постоянно чистились, брались анализы, и все было хорошо. При передаче водозабора Тебукнефть выделил деньги на модернизацию, но она не была проведена. Собачка хорошая, хорошая собачка, хорошая. Да, все жарко. Собачка хорошая, хорошая. Собачка хорошая, хорошая. Река Ваньо является левым притоком реки Аюва и относится к бассейну реки Печора. Протяженность Ваньо – 91 километр. Мой муж здесь бывал в детстве и юности, говорит, что Ваньо был ручьем. Пресекали его уброд. Словарь-справочник Топониме Республики Коми дает следующие два толкования. Ваньо – это река, где раскинуты палатки. И Ваньо – это большая река. Это гибридное Обско-Коми-Угорское слово, где Вон означает большой, а Ю – река. Также вычиталось, что слово Вон на языке Коми означает пояс, поясок. Следовательно, Ваньо – это река-пояс или опоясывающая река. Ваньо – это грибов. Ваньо – это грибов. Собака сейчас выведет, куда надо, не заблуденцы. Ваньо – это грибов. 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 Ваньо – это грибов.